Джастин Питерс, есть ли у тебя намерение каким-либо образом насолить людям, кто смотрит эту презентацию? Нет, у меня нет намерения задеть чьи-то чувства. У меня нет намерения. Хорошо, значит, ты не хочешь набрать пресмотры на ютубе или просто досадить людям, создать сенсацию? Это истинное беспокойство, которое гложет тебя, и я разделяю это с тобой. Верно. Что пасторы и лидеры поклонения должны серьезно переосмыслить проигрывание композиций Ви Филь, и Jesus Culture, что очень похоже и Hill Song в своих музыкальных служениях. И как только я сказал это, люди кликнули на следующий ролик своих девайсов. Эта тема вызывает разногласия, и поэтому наша просьба к людям, которые могут смотреть это, слушать это от двух сердец, которые желают церкви добра, а не потому что мы хотим свести с кем-то счеты, или потому что мы не настолько популярны, как они. Дело не в этом. Речь о безопасности овец, которые вверены под опеку пасторов. Итак, это вступление. Укажи мне первую причину, вследствие которой ты веришь, что каждый пастор и лидер поклонения не должны играть у себя Jesus Culture и Ви Филь поклонения и Hill Song поклонения в своих церквях. Да, тот. Потому что эта музыка пришла с двух ложных церквей. Ни Ви Филь, ни Hill Song, Сидней, Австралия не соответствуют библейскому определению истинной церкви. Брайан Хьюстон и Билл Джонсон не соответствуют библейским требованиям к пресвитерам или пасторам. Хорошо. Я дам возможность доказать тебе это, ибо некоторые люди оспорят твои слова. Я займу их роль, защищаясь прямо сейчас. Есть много гимнов, которые написаны в прошлом, нездравыми теологами, но мы все равно их поем. Почему же в нашем случае мы должны поступать иначе? Хорошо, по ряду причин. Первое, те гимны, на которые вы ссылаетесь, многие из них написаны 100 или 200 или даже 300 лет назад. И таким образом, прошло очень много времени с тех пор, как определенная личность написала хорошее музыкальное произведение, имея теологические проблемы или проблемы с характером. Прошло так много времени до того, как мы поем их песни. И когда мы поем это, у нас уже не возникает на автомате ассоциация с теми личностями, которые жили 1, 2, 3 века назад. Свифили, Хиллсонг, дела обстоят совершенно иначе. Тут все на слуху. Эти церкви, ложные церкви, постоянно производят эту музыку, и они используют свою музыку как первоочередной инструмент для евангелизма. Пожалуйста, не пробеги это заявление. Остановись здесь на минутку. Музыка используется ими для какой цели? Чтобы расширить свой собственный стан, чтобы расширить свой охват, чтобы расширить их церкви, приводя людей в их ложную богословскую систему. Ибо вот что происходит, вот что происходит, тот... Знаете, вы не собираетесь писать музыку с абсолютно нелепыми текстами. Об этом бы мы и не стали вообще говорить. Здесь находится граница. И множество их музыки пройдет испытание базовыми доктринами. И это намерено. Ибо они знают, если этого не будет, то множество церквей не примут это в свои служения. И вот что происходит. Воскресное утро, когда церкви помещают свои тексты на экране, и ничего не подозревающие люди, сидящие на скамьях, читают тексты и поют тексты, то они видят написанное мелким шрифтом внизу. Авторское право. Авторское право. Вифиля. Авторское право. Давайте добавим еще музыку-взавышение Стивена Куртика. Итак, когда они видят мелкие буквы, то они думают, «О, Вифиль, О, Хиллсонг!» Я думаю, мне нужно посмотреть их, там должно быть все в порядке, мы поем их песни. И таким образом они используют свою музыку как крючок, чтобы вытянуть ничего не подозревающих людей в свою ложную богословскую систему. И таким образом, если поместная церковь поет их песни, то это как печать одобрения пастора, который говорит в собрании, «Все нормально, песни в порядке». И вы можете следовать за людьми, которые написали. Или они слышат их по радио, потом видят, что мы поем их из себя в церкви, и они думают, «Они нормальны». Прямо сейчас, Джастин, люди собираются сказать, «Да ну, перестань!» Хочешь сказать, что если мы поем песни Вифили, или Возвышение, или Хиллсонг, с консервативными взглядами, ты хочешь сказать мне, что люди будут смотреть мелкий шрифт, и затем они собираются выйти и начать следовать за их учением. Это же смешно, и ты не сможешь доказать это. Ну, мне видится, что здравый смысл доказывает это. Я думаю, что это то, почему они делают то, что они делают. Это то, зачем они выпускают свою музыку. Я хочу сказать, что это их основной мотив. Это не просто теория. Нет, не теория. Это устойчиво растущее движение во всем мире. И в нем все настолько же плохо, насколько и плохо в движении веры. И в Англии процветания. Я могу сказать тебе, Тодд, что я ездил по всему миру. Это значительно хуже в других частях мира. Значительно хуже в Центральной и Южной Америке и Африке. Африка абсолютно перенасыщена. Таким образом, мы имеем доказательство, что это то, что происходит из-за взрывного роста. И мы наблюдаем растущее число людей, которые покидают здравые церкви, идут подобные движения, потому что там чувственное поклонение, эмоциональность, потому что они верят, что с музыкой все в порядке. Ибо евангельские церкви в целом ставят штамп одобрения на музыку Вифилии и Хиллсонг, тем самым ставят штамп одобрения на церкви. Верно? Понял. Один из важнейших священных долгов пастора — это защищать стадо от волков. Он обязан этим заниматься. Если он этого не делает, то он провалил одну из важнейших задач. Так, ты сделал очень серьезное заявление. Ты сказал, что эти церкви — волки. Докажи. Вифиль — выходцы из слова веры, новоапостольской реформации. Это движение — это Евангелие процветания, здоровье и богатство. Движение слова веры коренится в метафизических культах, таких как христианская наука, новое поколение, гностицизмы. Там большие отклонения в взгляде на Бога. Там большие отклонения в взгляде на человека. Сильное искажение христологии. Они учат доктрине о малых богах, что мы все маленькие боги, что гораздо больше связывает их с мормонизмом, нежели что-либо еще. Они учат доктрине о маленьких богах. Они учат позитивному исповеданию, что мы можем словами призвать что-то к существованию, то, что только Бог может делать. Но они приписывают эту способность людям, христианам. У них очень искаженный взгляд на Христа, Его личность, Его дела. Они учат, что Христос абсолютно лишил себя своей божественности, когда Он был на земле. Он сказал, что Иисус был самый нормальный христианин, который когда-либо жил. И таким образом, если вы христианин, тогда вы точно такой же, как Иисус во всех правах, во всех привилегиях. Они верят, что Иисус искупил наши грехи, сошел в ад, где Он буквально переродился. Он умер духовной смертью, прекратил быть Богом и должен был возродиться. Иисус фактически даже должен был быть спасен. Он должен был фактически, Билл Джонсон говорит, что Иисус — это первый родившийся заново человек. Он родился заново. Иисус должен был получить спасение. Это тот стандарт в доктрине, которому Кеннет Коупленд учил десятилетиями. И Кен Хейген прежде него. Все их евангельское послание является другим. Это Евангелие процветания. Они возгревают людях два универсальных всеобщих людских желания. Желание быть богатым и желание быть физически здоровым. Каждый на планете хочет этого. Они говорят, что если вы призовете Иисуса, если вы попросите Иисуса войти в ваше сердце, то Он сделает вас богатыми, и вы никогда не будете болеть. Итак, у вас есть где-то 7 миллиардов людей на планете, кто хочет всех этих вещей. И тем самым они осуществляют свой эмоциональный ответ на это Евангелие процветания. Но это не настоящая Евангелие. Они редко говорят о грехе. Если вы послушаете Билла Джонсона или Брайна Хьюстона или Джоэла Остона, Кеннета Хоупленда, любого из них, Бенни Хина, грех — это не то, что вы совершили против трижды святого Бога, что влечет его гнев. Фактически, церковь Вифиль будет изо всех сил учить вас, что человек по своей природе хороший, что человек по своей природе хороший. Это одно из их основных учений. То, что грех — это не то, что вы совершаете против трижды святого Бога, что вызывает гнев. Скорее, грех — это то, что препятствует вам иметь вашу лучшую жизнь здесь и сейчас. Он не дает вам переживать жизнь с избытком. Он препятствует вам. Это не то, что вызывает Божий гнев. Таким образом, это ложные церкви. И ты и я оба встречали родителей, рыдающих родителей, чьи сыновья и дочери из-за музыки. Ушли в эту систему, затем пошли в их сверхъестественную школу служения и исцеления, которая имеет группу по воскрешению мертвых. Если ты никогда не слышал об Оливии, маленькой девочке, которая умерла, и на одном из поклонений... Да, Олейна, которая умерла. И в течение 7-8 дней они пытались призывать Бога и настаивали на воскресении, ибо мы имеем власть воскрешать из мертвых. Это то, что попало в национальные новости. Это лишь вершина Айтберга. Они имеют группу по воскрешению мертвых, и они выходят на улицы, они говорят людям, что они могут помолиться за их мертвых родственников. Это всасывание могилы. Да, это та теория, о которой мы говорим. Да, опиши, что это такое. Они верят, что когда один из их генералов, неважно, будь то Симпл Макферсон или Кэтрин Кульман или Смит Вигглсворт, когда один из этих, кавычка, генералов в минувших дни умирает, то есть помазание, которое живет в их костях и бьет по могиле. И если вы пойдете, ляжете на надгробе или на могилу, то вы фактически можете впитать это помазание от этих мертвецов. Это... это прямиком из-за культизма. Это демоническая вещь. Это нормальная практика для Вейфили. Да. И также ассоциация тем, что учителя... Это для обоих. Вейфили Хилсонг... Потому что, Джастин, ты прав, я не думаю, что Хилсонг настолько зашел далеко внешне, как Вейфили. Не в этом месте. Вейфили падают на пол, трясутся, дергаются. Это не настолько экстатично, как все это. Но Билл Джонсон когда-либо проповедовал в церкви Брайана Хьюстона и наоборот. Да. Другие лжи-учители проповедуют ли за их кафедрой? Да. Хилсонг принимает практически каждого хорошо известного лжи-учителя, загрязняющего евангельское поле сегодня. Билл Джонсон проповедовал много раз совсем недавно. Билл Джонсон и список можно продолжить. Они одобрили Кеннета Коупленда, они одобрили Джона Остина, они одобрили Бенни Хина. Всех из них. Хилсонг одобрили? Да, Хилсонг. Совершенно верно. Некоторая их музыка может выдержать испытания, но есть ли что-то из музыки, произведенной ими Хилсонг ли это или Ви Филь, непригодное, что не выдерживает испытания? Да. Есть ли у тебя какие-либо примеры для нас? Пожалуй, да, есть. Ну и что там у тебя? Это из одной песни, озаглавленной «Близкий». Твоя любовь восхищает мое сердце. Продолжаю, у меня тоже это есть. У тебя тоже? Твоя любовь восхищает мое сердце и захватывает меня, захватывает меня. Все, что я хочу, так это быть с тобой, с тобой всегда. Дай мне немного передохнуть, это уже слишком для меня. Да, хорошо, жуть какая. Да, мы говорим об Иисусе. Да, предполагается, что мы говорим об Иисусе. Тяни меня немного ближе, возьми меня немного глубже. Я хочу знать твое сердце, я хочу знать твое сердце, ибо твоя любовь настолько слаще всего того, что я когда-либо пробовал. Вау, вау, как велика твоя любовь для меня. Вау, вау, как велика твоя любовь для меня. Вот здесь есть тот из песни под названием «Мы танцуем». «Мы танцуем». «Ты балансируешь меня медленно в сладком, мы качаемся». «Возьми лидерство, и я, наконец, последую». «Готов сейчас закрыть глаза и просто верить, что ты не поведешь меня, где ты не ходишь». «Когда моя вера устает, и когда моя надежда, кажется, покидает меня, ты крути меня вокруг и вокруг, и напоминай мне эту песню. Ту, что ты написал для меня, и мы танцуем». «И мы танцуем». «Ты снова успокоил мое сердце. Я дышу тобой так, как я никогда не дышал с тех пор, как мы танцуем». «Мы танцуем». «Это то, что ты делаешь, это всегда словно весенняя пора с тобой, обновляешь все, твой свет прорывается сквозь тьму, твоя любовь слаща вина, приносишь радость, приносишь жизнь. Это то, что ты делаешь, это то, что делаешь, и вживляешь меня». «Словно я впервые живу, наконец-то впервые живу». «Ты знаешь все эти заядлые шутки, где Иисуса заменяет на своего парня?» «Это не шутка». «Мы могли идти дальше и дальше, но этот романтический акцент, который присутствует во многих этих текстах, давай будем честными граничить с тем, что откровенно, мерзковато». «Тем не менее, Джастин, есть другой компонент этого движения, которым мы обеспокоены, который люди подхватывают через музыку. Расскажи о денежной стороне Вифили и Хилсон». «Я никогда не мог даже оценить это в долларовом эквиваленте. Много-много десятков миллионов долларов в год, в год. Откуда еще приходят деньги?» Каждый раз, когда церковь поет одну из этих песен, и они хотят делать это честно и законно, то они должны заплатить отчисление компании или человеку из той группы, которая написала песню. «Христианское лицензирование международных авторских прав». Пожалуйста, помните, когда вы поете эти песни в своих церквях, то этим ложным церквам идут деньги. Каждый последующий раз, когда вы поете это. Если я могу проиллюстрировать абсурдность, будучи немного абсурдным, давайте просто скажу. Планирование семьи решает написать какую-то христианскую песню, которая прошла бы докториальное испытание. Будете ли вы петь это в своей церкви? Зная, что те деньги, когда вы когда-либо поете эту песню, будут отправляться в организацию, поддерживающую убийство детей. Будете ли петь ее в своей церкви? Я уверяю вас, что когда вы отправляете деньги в эти ложные церкви, это намного хуже. И каждый пастор, который слышит эту гипотетическую ситуацию, может сказать, «Ты выжил из ума. Ты только что сравнил планирование семьи с церковью. Как-то защитишься от этого?» Бифили Хиллсонг — ложные церкви. Это не настоящие церкви. И то, что я говорю, даже если хорошая церковь... Я был в хороших церквях и поднимал глаза, и они пели Хиллсонг песню. Это заставляло меня морщиться. И я не хотел это петь. Я говорил с пастором после. Но когда они пели эту песню, они посылали деньги ложной церкви, которая против Христа, против проповедей Ивановича. Ложная Евангелие ведет людей в ад. Я никому не дам сломить мою позицию в отношении абортов. Я никому не уступлю в этом. Но если есть что-то худшее, чем убийство младенцев, так это посылать людей под тешными тропами в ад. Это худшее. Хулить Бога. Это худшее. Таким образом, помните, что когда вы поете те песни, ваши деньги идут в поддержку ложных церквей, которые противоборствуют Иисусу Христу? Являются ли движения... Эти движения движениями процветания? Да, их так учат. Многие люди не обязательно ассоциируют Евангелие процветания с рефилем или Хиллсонгом. Например, Брайан Хьюстон, пастор Хиллсонг, написал книгу, назвав, цитирую, ты никогда не догадался бы, «Тебе нужно больше денег». Я бы и не отрицал это, но суть, конечно, не в этом. Да, суть не в этом. Хиллсонг учит этому. Это Евангелие процветания, Евангелие здоровья и богатства. В эфиль также и многие люди не осознают этого в течение последних пару недель я смотрел некоторых прямые эфиры, и я хочу зачитать тебе тот. Это их заявление. Они читают это прямо перед поджертвованием. Они начинают, говоря, «Ничего не случится в царстве, пока мы прежде не объявим что-то». Это доктрина позитивного исповедания. Это призываешь словом вещи к существованию и не гоняешься за кроликом. Но маленькая девочка Оливия, которая умерла, когда вы посмотрите видео, они не просили Бога воскресить ее, они приказывали Оливии подняться из могилы. Эти чары не сработали. Но тем не менее, они говорят следующее, цитата, «Так как мы собираем сегодняшние пожертвования, то мы верим, что Господь даст нам рабочие места и лучшие вакансии, повышение премиальной пособия, льготы, продажи, комиссионные, благоприятные расчеты, имение и наследство, долевую прибыль, скидки и выручку, почтовые чеки, подарки и сюрпризы, найденные деньги, оплаченные долги, снижение расходов, возрастание благословений. Вся церковь декламирует это прямо перед тем, как будет собрано пожертвование. Возражаю. Ты просто слишком критичен. Мы просто поем песни, расслабься. Псалом 137, 2. «Ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». Поклонение — это очень-очень серьезное дело. Это не то, к чему можно относиться легкомысленно. Это не то, с чем можно шутить. Бог возвеличил слово свое превыше всякого имени. Это должно быть поклонение в Духе Истине. Иоанна 4. И, дорогие друзья, когда мы размышляем поклонение, все думают, что это одно из их музыки. Пропуец — это поклонение, но когда мы поклоняемся, когда мы осуществляем музыкальный аспект поклонения, то у нас один слушатель. Мы имеем одну личность, которую мы хотим угодить, и это Бог, и Он относится к поклонению крайне серьезно. Он трижды святой. И я уверяю вас, недостойно Бога. Это так называемое поклонение, исходящее от ложных церквей, которые гулят Его имя всякий раз, когда они собираются. Недостойно Бога та музыка, что исходит из этих ложных церквей, которые эксплуатируют бедных, больных, отчаявшихся и вдов, которые проповедуют ложного Иисуса, ложное искупление и ложное Евангелие, Бог не заслуживает того, чтобы мы пели Ему эти песни, которые вышли из этого. Жастин, завершение, пожалуйста, скажи слово к пасторам, к лидерам поклонения, кто имеет такую же ответственность защищать стадо. Призови их, насколько у тебя хватит сил рассмотреть вопрос своей ответственности и подотчетности Господу, которую они имеют, охранять стадо от волков. Я понимаю, что многие пасторы, возможно, не понимают всех тонкостей Вифиля и Хиллсонг, но как у пасторов, братья, у вас есть важнейший священный долг защищать свое стадо от волков. Есть волки, и как они одеты? В овечьи шкуры. Сатана маскирует себя под ангела света. Мы должны учить здравому учению и отвергать тех, кто противоречит этому. Мы должны защищать овец от волков, которые бродят и хотят поглотить их. И Вифиль и Хиллсонг — это ложные церкви, это логово волков. И они пытаются охотиться на ваших овец. Итак, охраняйте ваших овец, любите их так, чтобы это было достаточно для их охраны. И самая любящая вещь, которую вы можете сделать для кого-то, это рассказать им истину. Это самая любящая вещь, которую вы можете сделать. Самая ненавистная вещь, которую вы можете сделать для кого-то, так это знать истину, но не сказать им ее. Если вы реально ненавидите кого-то, делайте это. Если вы хотите явить любовь, любите их до такого уровня, чтобы говорить им истину и до такого уровня, чтобы защитить их от тех волков, которые иначе бы поглотили их.